Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь-цепи датчика температуры нагревателя NOX2 Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, марки автомобилей могут включать в себя, но не ограничиваются ими, Mercedes-Benz, Sprinter, VW, Audi, Ford, Dodge, Ram, Jeep и т.д. Датчики NOX, оксиды азота, в основном используются для систем выбросов в дизельных двигателях, их основное назначение – обнаружение уровней NOX, выходящих из выхлопных газов после сжигания в камеры сгорания, затем система перерабатывает их, используя разные методы, учитывая суровую среду этих датчиков, они состоят из комбинации керамики и определенного типа диоксида циркония, одним из недостатков выброса NOX в атмосферу является то, что он может иногда вызывать смок или кислотный дождь, неспособность в достаточной степени контролировать и регулировать уровни NOX приведет к значительному воздействию на атмосферу вокруг нас и воздух, которым мы дышим, ESM, модуль управления двигателем, постоянно контролирует датчики NOX, чтобы обеспечить приемлемые уровни выбросов в выхлопных газах вашего автомобиля, модуль управления двигателем, ESM, может рассчитывать оксиды азота и диоксид азота, NOX, используя данные, полученные от входных и выходных кислородных датчиков автомобиля в сочетании с показаниями датчиков NOX, ESM делает это, чтобы регулировать уровни NOX, выходящие из вашей выхлопной трубы по причинам выбросов в окружающую среду, банк 2, указанный в кодах неисправностей, это банк двигателя, который не содержит цилиндр номер 1, P2221 это код неисправности, обозначенный как цепь двух цепи датчика нагревателя датчика NOX, и это общая неисправность, которая была обнаружена модулем ESM в банке номер 2, проблема, скорее всего, из-за неправильного чтения NOX, дизельные двигатели особенно выделяют значительное количество тепла, поэтому обязательно дайте системе остыть, прежде чем работать с любыми компонентами выхлопной системы, пример датчика NOX, в данном случае для автомобилей GM, какова серьезность этого кода неисправности? Если коды неисправности игнорируются и не было предпринято никаких действий по ремонту, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, если симптомы и причины, из этих кодов неисправностей, оставленных без присмотра, это может привести к дальнейшим осложнениям для вашего автомобиля, таким как постоянное сваливание и снижение расхода топлива, если вы заметили какой-либо из возможных симптомов в списке ниже, настоятельно рекомендуется проверить его у специалиста. Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы диагностического кода P2221 могут включать в себя, прерывистый останов из общих причин кода. Причины для этого кода датчика P2221 ног смогут включать, неисправность каталитического нейтрализатора неправильная топливная смесь, неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, неисправен датчик давления воздуха в коллекторе, неисправность датчика массового притока воздуха, неисправность произошли пропуски зажигания, утечка из выпускного коллектора, гибкого шланга, сливной трубы или других компонентов выхлопных газов, сломанные датчики кислорода, первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование технических бюллетеней, ТСБ, на предмет известных проблем с конкретным транспортным средством, расширенные этапы диагностики становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы, ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля, базовый шаг номер одним первым шагом всегда должно быть очистить коды и повторно сканировать автомобиль, если ни один из кодов неисправности, диагностический код неисправности, не появляется сразу же как активный, возьмите автомобиль на длительный многоэтапный тест драйв, чтобы проверить, не появятся ли они снова, если ESM модуль управления двигателем повторно активирует только один из кодов, продолжите диагностику для этого конкретного, базовый шаг номер два далее следует проверить выхлоп на наличие утечек, черная сажа вокруг трещины, или прокладок системы является хорошим признаком утечки, это должно быть решено соответствующим образом, в большинстве случаев заменить прокладку выхлопного газа довольно просто, полностью герметичный выхлоп является неотъемлемой частью датчиков, используемых в вашей выхлопной системе, основной шаг номер три с помощью инфракрасного температурного пистолета вы можете контролировать температуру выхлопа да и после каталитического нейтрализатора, затем вам нужно будет сравнить результаты со спецификациями производителя, поэтому обратитесь к конкретному руководству по обслуживанию для этого, базовый шаг номер четыре если температура каталитического нейтрализатора соответствует техническим характеристикам, обратите внимание на электрическую систему, связанную с этими датчиками, начните с блока два жгута проводов и разъема датчика NOX, часто эти жгуты имеют тенденцию трескаться и выходить из строя из-за непосредственной близости к экстремальным температурам выхлопных газов, ремонт любых поврежденных проводов путем пайки соединений и их термоусадки. Также проверьте датчики кислорода, включенные в блок 2, чтобы убедиться, что они не повреждены, что потенциально может изменить показания NOX ниже по потоку отремонтируйте любой разъем, не выполняя достаточного количества соединений или не блокируя должным образом, эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет.